Русская православная церковь В первую очередь они рассматривали вопрос о разрешении вероисповедания различных культов и равенстве всех культов. Естественно, Русская православная церковь была против, потому что она просто-напросто теряла свои позиции. И после февральских событий летом 1917 года был проведен так называемый съезд духовенства и мирян, на которых они выставили положения свои, определения о том, что да, они рассматривают возможность свободного вероисповедания различных культов, но при этом они были категорически против отделения церкви от государства, а Временное правительство уже тоже рассматривало этот вопрос. Они были только за то, чтобы Русская православная церковь была первая среди всех религий, чтобы Русская православная церковь продолжала пользоваться всеми благами и поддержкой государства, выступали, чтобы глава государства был именно только православным вероисповеданием, именно от рождения. То есть, понимаете, не мусульманин, никакой простенант якобы не мог стать главой государства. И они настаивали также на том, то есть для них это не было таким каким-то новшеством, они отстаивали свои позиции. Они настаивали о том, чтобы в дальнейшем государство их поддерживало и рассчитывали также и на материальную поддержку. Они были категорически идеей отделения школы от церкви. При этом Временное правительство говорило, что мы не против того, чтобы вы создавайте свои школы на свои деньги, пожалуйста. Но все то, что субсидируется государством, все будет передано Министерству Просвещения, как в дальнейшем, в принципе, и произошло при большевиках. Когда большевики уже пришли к власти, там уже были конкретные действия. То есть, в первую очередь, это декрет о земле, о национализации всем земли, церковь лишалась земель. О браках запрещались церковные браки, о отделении церкви от государства, декрет, который они предали анафеме, все большевистское правительство, они были категорически против этого. На самом деле, до сих пор очень обсуждается часто этот декрет, но ведь это ничего нового. Этот декрет был практически полностью повторен, как декрет Парижской коммуны об отделении церкви от государства. Где церковь отделялась от государства, школа отделялась от церкви, национализировано все было культовое имущество. И получается, что религиозная организация в дальнейшем и Русская Православная Церковь, она вообще в дальнейшем переставала считывать как институт, и она лишалась прав юридического лица. На самом деле, изначально никакого ущемления не было. Если посмотреть на декрет, ничего такого там страшного нет. Ну, отделение церкви от государства, и все. Единственное, чем отличалась идея большевиков от временного правительства, о том, что большевики, они настаивали на возможность не только исповедовать любую религию, но и не исповедовать никакой. То есть, возможность быть атеистом. Временное правительство как бы не рассматривало этот вопрос, не понимало. Возможно, просто это не было прописано, на самом деле идея какая-то была. И если изначально отделение церкви от государства не сулило ничего катастрофического, но позиция церковников была очень агрессивно настроена. Ведь и Тихон, которого выбрали на Поместном соборе, и действительно в дни революционных событий проходил Поместный собор. На самом деле это очень удивительно. Вот для меня, на мой взгляд, когда государство просто в такой разрухе, происходят такие волнения, церковь в это время избривает патриарха. Ну, возможно, для них это было важнее всего. Но многие верующие, даже люди, чиновники говорили о том, что это наоборот может противопоставить. То есть, выбрать личность одну от церкви, это можно противопоставить вот именно как бы государственному. То есть, вот он назначивал конфликт церковно-государственного настроя. И они отвергали все декреты. И, естественно, большевики воспринимали это как вмешательство в политическую работу, в политическую деятельность. Собор, который проходил во время этих событий, он начался в 17-м году, закончился в 18-м году, они не считали большевиков вообще властью. Они считали, что это будет все очень временно и все быстро прекратится. Поэтому они не собирались налаживать никакие отношения. Тихон, выбранный патриархом, был на самом деле как нейтральная фигура. Он не был одним из начальных фаворитов, но его выбрали как нейтральную фигуру, тем более в такой ситуации, в ситуации назревания гражданской войны уже тогда и переворота. И таким образом патриарх занял изначально категорическую позицию отвержения всего, что делала советская власть. Несмотря на это, советская власть не то, что все, раз вы так себя ведете, репрессии, убийства и прочее, прочее. Нет, такого не было. И писали письма и к Ленину, и писали письма и Бочбруевичу. И Бочбруевич встречался с церковниками, и пытался наладить какие-то отношения. Но это все было очень сложно, потому что изначально Тихон и собор, архиепископки на соборе, заняли очень категоричную позицию. В 1919 году уже Тихон изменил эту позицию. Он уже писал Ленину о том, что они признают советскую власть. Дальше в 1920 и уже в 1922 годах уже писал собор и архиепископы, и митрополиты, все писали о том, что они уже и признают отделение церкви от государства, декрет. Но было тогда уже поздно. Дело в том, что уже начались столкновения. И вот эти обращения категорические к верующим, к духовенству спровоцировало просто-напросто кровопролитие. Когда начался процесс национализации промышленности, открывались храмы, туда приходили, описывали, вскрывали и мощь, естественно. Но это тогда было, тогда еще в 1918 году, это было для национализирования. То есть они же должны были понять, что там. Шла национализация промышленности. Конечно, их встречали священники, их встречали простые люди, особенно сельское население, в основном оно было сильно верующим. С граблями, с вилами и начались просто, довели до кровопролития. Возможно, если бы церковь изначально поняла положение дел и во что вообще, что произошло в стране, какой был переворот. И если бы оно, может быть, заняло даже нейтральную какую-то позицию, может быть, удалось избежать вот этих кровопролитий. И в дальнейшем уже государственная власть не вела столь ожесточенную борьбу. Ведь потом, в дальнейшем, они пошли навстречу, когда уже Сергий стал заместителем патриаршего местоблюстителя, они пошли уже к нему навстречу. Хотя ничего нового, потом можно будет это посмотреть по декларации, ничего нового Сергий, в отличие от Тихона, уже не предлагал. В церкви не было тогда единства тоже. Потому что было очень много духовенства, которые, в принципе, готовы были признать отделение церкви от государства. А кто-то занял категоричную позицию, и очень много духовенства из собора, причем тоже, ушли на сторону белого движения. А кто-то остался очень на нейтральной позиции. И проблема в том, что для меня, как для человека, очень странна позиция церкви в гражданскую войну и позиция патриарха. Если бы они заняли, возможно, нейтральную позицию и пытались прекратить, выступали с обращениями за прекращение кровопролития, ведь это гражданская война, это не освободительная война, это борьба одних братьев, друзей между собой по каким-то идеологическим установкам. Но большинство церкви перешло на сторону белого движения. Возникло очень много различных временных церковных управлений. На территории, которую занял Колчак, было одно управление в Томске, в Краснодаре, у Деникина было другое управление. И мало того, что одно дело их создание и пребывание там, другое дело о том, что они выпускали обращение, чтобы белогвардейцы шли и воевали. То есть они выступали за кровопролитие. Вот, наверное, это было, на мой взгляд, это была неправильная позиция. Те священнослужители, которые были на стороне белогвардейцев, очень многие, конечно, эмигрировали вместе с ними и влились вот в эту западную церковь. То есть русская православная церковь за рубежом. И они проводили свои соборы, где они отрицали лояльность к советской власти и не признавали ее как законную. Уже когда Сергий стал заместителем патриаршего местоплюстителя, он писал им с просьбой о том, чтобы они изменили свое мнение. Сергий, понимая то, что власть уже устоялась и что если противиться ей, то появится новое кровопролитие, появятся новые репрессии, уже необходимо идти на диалог с властью. Именно вот декларация 27 года, это, наверное, вот такая вот точка, и он именно в этой декларации уже и говорил о том, что о зарубежной церкви, что вы не имеете права говорить о всей церкви. Мы признали власть, и мы просим признать ее вас, либо мы просто с вами прерываем все отношения. Так оно и получилось, потому что русская православная церковь за рубежом категорически перестала общаться с русской православной церковью в Советском Союзе. Если посмотреть все декреты, все постановления, которые были созданы партией, именно партией в 20-е годы, вы нигде не найдете какого-то агрессивного настроя. Нигде нет о том, что надо высылать, надо стрелять, надо уничтожать. Нигде. Везде идут очень такие фразы о том, что необходимо проводить антирелигиозную агитацию, пропаганду очень аккуратно и ни в коем случае не травмировать верующих, насильно не заставлять. Все это с помощью науки, с помощью литературы, с помощью брошюры проводить различные агитационные кружки, антирелигиозные устраивать. И нигде вы не найдете слово «атеист». То есть его тоже нигде никогда не употреблялось. То есть везде рассматривается о том, что у нас в России свобода совести, вы можете исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой. И в Конституции в 18-м году было закреплено о том, что разрешалась в Конституции свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды. А в конце 20-х годов, когда начались уже закручивания гаек, в Конституции внесли изменения о том, что разрешается свобода религиозного вероисповедания и разрешение антирелигиозной пропаганды. В общем-то фраза такая незначительная, но что она в себе несет? О том, что исповедовать можно только в ограниченном месте, то есть в храме. Все остальное, что выходит за храм, это уже религиозная пропаганда, а не вероисповедание. И, конечно, это наложило очень большой отпечаток и на возможность крестных ходов, и на возможность проповедовать протестантским религиям, которые, в принципе, у них очень много это распространено. Они не в храмах ходят, не в молитвенных зданиях проповедуют, а на улице. В 20-е годы не было единого взгляда на ведение антирелигиозной политики. Одни выступали за жесткие меры, другие выступали за меры постепенные. То есть Луначарский, Троцкий, другие различные деятели и даже Ленин. Сам Ленин признавал о том, что нужно это вести все политику постепенно, только путем религиозной агитации и пропаганды. Сталин уже в то время выступал на стороне того, что нужно вести пропаганду это не только активно. И почему произошли такие изменения? Потому что, на самом деле, партия говорила одно, а на местах-то происходило другое. К местам давалась установка о том, что вам надо уменьшить количество верующих населения. И местные власти, чтобы было гораздо проще взять, пойти закрыть церковь и сказать, у нас верующих нет. И таким образом у нас агитация и пропаганды занималась административными мерами. И вот происходили различные столкновения, различные неурядицы. На места отправлялись все директивы, распоряжения о правильности ведения антирелигиозной пропаганды агитации. Конечно, на места спускались, естественно, планы о том, что вы должны уменьшить количество верующего населения. Проводить различные атеистические кружки, да, они проводились, но они не давали такого эффекта. А церковь, храм можно было закрыть только в том случае, если верующего населения нет, если туда никто не ходит. И поэтому зачастую местные власти просто-напросто закрывали храмы, и таким образом говорят, что у нас верующего населения нет. А верующего населения никуда не девалось. И сам Ленин уже в конце жизни понимал о том, что не получится у нас очень быстро изжить вот это религиозное мировоззрение, не получится. И с 1924 года уже меняется идея о том, что нам надо выстраивать отношения с верующим населением, потому что большое количество верующего населения это крестьяне. А как вы понимаете, тогда у нас образовался НЭП, вот эта вот связка пролетариата с крестьянством, и налаживание этих связей они были просто необходимы. Тем более, даже сам Ярославский, идеолог антирелигиозной пропаганды, говорил, что крестьяне-то согласны с нашей властью, они ее принимают, но их очень настораживает наша религиозная политика. Чечерин говорил о том, что для того, чтобы нас признали советскую власть и советское государство за границей, нам нужно наладить эти отношения, нужно что-то делать с этим, потому что невозможно. И этот пункт, он везде во внешних отношениях наших, он всегда играл. И даже во время Великой Отечественной войны наши союзники говорили, что мы требуем смягчения отношений, то есть это постоянно-постоянно говорилось. На самом деле Сталину, если из его речей каких-то выступлений можно понять, такое ощущение, что ему было наплевать на отношения и на мнения западных стран, западных политологов, западных церковников. Потому что даже на встрече в 20-х годах, в беседе с американской делегацией, он говорил о том, что да, у нас свобода совести, но партия, можно исповедовать любую религию, но партия категорически против религиозного мирозрения и будет бороться антирелигиозной пропагандой, чтобы искоренить это все. И когда он говорил очень интересную фразу, что побороли ли мы реакционы духовенства, да, побороли. Единственное, о чем я жалею, что у нас не вышло до конца его ликвидировать. То есть Сталин показывал свое негативное отношение к этому и настойчивость о том, как он будет вести. То есть он таким образом не заигрывал с западной прессой о том, что у нас все хорошо и так далее. Нет, он четко ставил идею о том, что все религиозное мировоззрение надо ликвидировать, и чтобы у нас не было верующего населения. На самом деле вот эта идея антирелигиозной агитации и пропаганды и отделения церкви от государства, она тоже не новая. Ни для кого не секрет, что вся наша идея построена на марксистской теории. И сам Маркс говорил о том, что религия — это вред, что это замена идей, и что нужно с ним бороться. Единственное, сначала Маркс говорил о том, что нужно бороться, а в конце своей жизни он говорит, что при построении бескласса в обществе религия исчезнет сама собой. Ленин не стал этого ждать, что она сама собой отобрет, и вот решили проводить антирелигиозную агитацию и пропаганду. Ну а потом, я говорю, в конце жизни Ленин уже понял, что не получится очень быстро и скоро это все провести. И верующие они как и были, так и оставались. И вот по данным сводкам 1936 года можно увидеть, какое огромное количество у нас было верующего населения, какое огромное количество у нас было различных парсистантских организаций, каких-то сект, их было огромное количество. Оно никуда не девалось, это верущее население. Оно было, и еще было и очень разноплановым. Если посмотреть вообще на политику государственно-религиозного, государственно-церковных урегулирований, вообще на религиозную политику Советского Союза, то можно ее представить как модель. Модель состоит из трех составляющих. Одна это у нас советская идеология, светская, антирелигиозная в основном. Вторая это у нас законодательная база, которая составлялась для ведения этого. А третья это государственный орган, который на основе законодательства продвигал эту религию. И таким образом у нас идет как раз противопоставление. Изначально у нас с начала, вот с 18-го года, посередину, по 24-й года, религиозной политики как таковой не велось, была антирелигиозная политика. С 24-го года уже начали налаживаться связи. Появились органы, они были временные. Появился так называемый секретарь по культам, который возглавлял Смедович. И как раз он начал уже работу по взаимоотношениям. Ему писали большое количество писем, он общался с различными представителями религиозных организаций. Многие сектантские организации писали ему и говорили, что мы признаем советскую власть. Можно мы будем свои колхозы создавать, мы готовы вам все помогать, но вот чтобы эти колхозы были вот только наши. Вот как бы Ленин сначала рассматривал эту возможность, Сталин потом это отверг, что ни в коем случае мы на основе религии не будем это делать. И уже с 29-го года, несмотря на то, что это вообще 30-й год называется политика воинствующего безбожия, да, там появился у нас союз воинствующих безбожников, у нас с 22-го по 29-й год существовала антирелигиозная комиссия, и вот с 29-го года у нас начинает противостояние союза воинствующих безбожников, хотя это общественная организация, с ее жесткой антирелигиозной позицией, и они делали все для того, чтобы вот везде вот эти вот кружки безбожников появлялись, вели очень агрессивную пропаганду, хоть пропаганду, но очень агрессивную. А с другой стороны, государственный орган, который пытался каким-то образом наладить связи, наладить отношения с сверхшим населением, потому что они понимали, что их было много, и это граждане Советского Союза, и с ними надо налаживать отношения. И вот это вот противостояние вот так и вновь длилось. Но вот этот вот натиск антирелигиозной пропаганды и возвышение идеологического над государственным дало все-таки себе знать, и уже с Медовича в 1935 году умирает и возглавляет вот комиссию по вопросам религиозных культов при ЦИК СССР Красиков. Да, Союз Своющих Безбожников, у них были свои газеты и Безбожник, и Антирелигиозник, там все было различное, вот карикатуры какие-то на духовенство, на верующих, карикатуры на религию, антирелигиозные статьи, очень много они выпускали таких статей небольших, в принципе, они распространялись и в правде, благодаря им о том, почему я перестал верить Бога. Это статья бывшего священника, то есть таким образом они пропагандировали о том, вот посмотрите, человек вообще перестал в это верить. Различные истории с скрытием мощей, что вместо мощей попадалась там какая-то кукла, все это вносилось в газету. В этих избах читальных, которые организовывались в различных колхозах, селах, также читали эту литературу. Они были организаторами кружков различных антирелигиозных, безбожных, куда приезжали лекторы и читали не то, что этого не может быть, что вот Бога нет. Такой категоричности не было. В основном эти были статьи на научные темы, о Земле, о мироздании, о космосе и прочее, вот в таком ракурсе. И на них главой был Ярославский, самый главный идеолог антирелигиозной политики, и вот они проводили эту политику вплоть до 43-го года. То есть она потихонечку к 43-м годам сошла на нет уже, но в 43-м году просто умер Ярославский, и как-то и вместе с ним исчез вот этот сам Союз военствующих безбожников, но он просто, в общем-то, его не стали восстанавливать, потому что тогда уже политика поменялась, и он просто был в ненадобности. Я думаю, что конкретных цифр у меня нет, данных, но я думаю, что повлияло, потому что особенно повлияло, наверное, действительно, вот эти антирелигиозные какие-то кружки, рассказы про космос и прочее, про священие, то есть деревенского населения. Безусловно, на молодежь, скорее всего, это оказало эффект. С другой стороны, все-таки, на мой взгляд, повлияло это вскрытие мощей, это повлияло даже на духовенство. Есть такие высказы на священнослужителей, когда вскрывали эти мощи, а там вместо мощей какая-то восковая кукла, еще там что-то, и даже священники, они просто удивлялись этому, и у них вызывало это непонимание, и многие просто тут же это снимали себя, все бросали и уходили. То есть на каких-то людей это оказал эффект. Конечно, это было все не сразу, это все было постепенно, постепенно, постепенно. Союз воистович Боженников не обладал такими полномочиями, никаких насильственных не было. У нас насильственными действиями, которые может караться, это только занималось ОГПУ, НКВД, и, естественно, никогда они не говорили, что вот мы репрессируем священников за то, что он верит в Бога, за то, что он проповедует. Нет. Всегда это было за антисоветскую деятельность, за контрреволюционную деятельность. Все было поэтому. Потому что, ну это не секрет, не для кого, что многие священники проповедовали против советской власти. Это было, и, естественно, сразу, если это было, то человека арестовывали. И можно на первых порах с 18-го до года это было видно, что у нас огромное количество людей сидело. Просто огромное количество людей было арестовано. В том числе и Сергий. Сергий сидел четыре раза. И после этого человек смог пойти на согласие с советской властью. И после этого уже, когда он был выбран патриархом в 43-м году, сделать большое дело для своей страны и для верующего населения, и для своей церкви. Декларация 27-го года вызвала очень много шума и различных откликов и у священнослужителей наших, и у священнослужителей за границей, и верующего населения, и, в общем, ну и различных кругов. Но на самом деле, если посмотреть, проследить историю, декларация ничего нового не говорила. Все те идеи, которые были высказаны в декларации, все это в конце жизни уже признавал Тихон. Он уже говорил об этом, о том, что нам надо признать советскую власть. Ведь в декларации ничего такого не говорила. Она просто конкретно признавала советскую власть, выступала на стороне ее, и была такая интересная фраза, что в случае военных действий церковь полностью будет поддерживать советскую власть, и Советский Союз будет на стороне их. Почему это так произошло, казалось бы, после всего того, после всех тех конфликтов и кровопролитий, которые были при столкновении, после изъятия церковных ценностей, после вскрытия мощей. Это был вынужденный шаг. И Сергий поступил, на мой взгляд, гораздо правильней по сравнению с Тихоном. Вот Тихон сначала категорически отрицал это. А когда он уже был согласен идти на диалог с советской властью, советская власть уже этого не хотела. Тут советская власть решила пойти навстречу, потому что близилось десятилетие государства. И, естественно, для международной арены им надо было показать, что мы наладили отношения с церковью, а с верующими, и у нас все хорошо, конфликта нет. Сергию они предложили это. И Сергий, естественно, это сделал не для себя. Сергий не был карьеристом. Сергий это сделал для того, чтобы вообще Тихоновская церковь могла существовать. И верующее население могло исповедовать свою религию. Могли ходить в храмы. Потому что если бы, наверное, Сергий отказался, то просто советский... Ну, это было бы страшно. Просто бы церковь ликвидировали, либо обновленчество заняло бы все позиции. Ведь внутри церкви были очень большие раздробности. Обновленство, которое появилось, которые были карьеристы, которые стремились к власти, которые готовы были на все. Внутри церкви было... Одни поддерживали, другие не поддерживали. И Сергий поставил эту точку. То есть он пошел на согласие. Эта декларация, это обращение к пастырям и пастве, по-другому называется декларация, была нужна в первую очередь церкви, а не советской власти. Несмотря на то, что инициатором в этот раз была именно советская власть, они бы обошлись и без него. И говорят, что вот он пошел на сговор, кто-то отрекся от Сергия, на различные группы люди разбились, кто-то категорически был против, кто-то занял нейтральную позицию духовенства, но при этом они старались уйти на покой, отказывались от различных других постов. А некоторые, и причем большинство этих людей, которые и были задействованы в этом временном синоде, который обсуждал эти декларации, и те люди, которые подписали декларацию, они были на стороне Сергия, потому что они также понимали, что судьба церкви зависит от этой декларации, сейчас от их слов, как они себя поведут. И несмотря на то, что после продолжилась антирелигиозная агитация, но ведь большое количество человек было выпущено от ареста, после ходатайства Сергия, о возможности амнистии, о том, что они по неведению, вот оговаривали, кривили, витали и так далее, да, это была возможность. Тут же после этого разрешили собрать, как говорится, временный синод, после этого разрешили регистрировать временное епархиальное управление, то есть религиозная жизнь, она как бы вот, ну в общем, немножко дало возможность. То есть что бы было, если бы не было декларации, непонятно, возможно, не было бы ничего. Да, было духовенство, которое осудило этот шаг, но это вот соглашательство, примирение с советской властью, то, которое они были против, они до сих пор были против отделения церкви от государства, они не хотели соглашаться с новым статусом, не хотели соглашаться с этой позицией, но проблема в том, что, я говорю, вот Сергий понял свою ответственность за всех. То есть, наверное, эти люди, которые немножко не понимали, что это политика, и церковь, к сожалению, не могла, без этого декларации, она не могла существовать, церковь не может существовать в государстве и делать все, что ей хочется, не признавая эту власть законной. Церковь не может существовать вне. И Сергий также понимал о том, что много верующих, большой количественной церкви, это граждане Советского Союза, которые приняли эту советскую власть, и многим нравилась эта советская власть, и таким образом его отказ бы значил противостояние не только церкви к советской власти, но противостояние церкви к своим же верующим. И ведь результат какой был, когда оглашилась эта декларация, очень много верующих населения, которые ходили в обновленческие храмы, стали приходить в Тихоновские приходы. То есть вот реакция людей была. Поэтому я думаю, что все-таки Сергий пошел на правильный шаг. То есть либо у нас церковь не существует, ее нет, да, но мы вот радуемся каким-то своим амбициям, зато мы вот стоим на своем и не принимаем эту власть, либо мы соглашаемся с этой властью, и у нас появляется возможность исповедовать ту религию, которую мы хотим. Летом 21-го года, у нас и весной уже 21-го года была большая засуха, и осенью 21-го года стало понятно, что просто продуктов не хватает. И казна была пуста, гражданская война, все истрачено, было необходимо откуда-то, мало того, чтобы пополнять запас, брать где-то деньги на закупку продовольствия за границей. Была создана специальная комиссия по драгоценностям, ее возглавлял Троцкий, и, естественно, началось все не сразу с церковных ценностей, тем более богослужебных. Сначала было принято решение искать в банках, в хранилищах, в музеях, то есть везде-везде, где было можно, и вне действующих монастырях и храмах. Сначала было это так, сбор был начат, но дело в том, что этого всего жутко не хватало, было все это очень мало. Троцкий был настроен категорически в отношении русской православной церкви и все, что, естественно, с ней связано. И он был очень настойчив о том, чтобы, в общем-то, начать собирать церковные ценности. Было выдвинуто это предложение Тихону и Синоду в то время временного существования, и они, в принципе, изначально согласились. Они Тихон выпускает свое обращение духовенству и мирянам о том, чтобы они добровольно жертвовали на помощь голодающим. У нас была создана комиссия помощи голодающим, ЦК ПомГОЛ, Центральная комиссия помощи голодающим. и люди сначала откликнулись. Они не шли свои сборежения. Многие духовенства отдавали свои ценности, кресты с бриллиантами. То есть, они откликнулись на это. И, в принципе, Тихон разрешал, чтобы среди того, что они жертвовали, были какие-то и культовые принадлежности. То есть, это не было страшно. Но этого всего не хватало. На самом деле, изъятие проходило очень медленно. И Троцкий настаивал на том, чтобы изъятие происходило активно, и что не получается у нас, не хватает денег, нам нужно изымать ценности, которые были и богослужебного значения для проведения различных обрядов. Ленин уже на то время мало где появлялся, уже болезнь взяла свое. И Ленин, в принципе, о вообще происходящем знал только о Троцкого. И таким образом Троцкий заручился поддержкой Ленина. И после этого уже Ленин отписал в политбюро, хотя там были различные тоже мнения на то, как вести изъятие, что делать, где брать эти деньги. И несмотря на то, что политбюро не было единства в решении этого вопроса, опять же, где брать деньги и каким образом изымать эти ценности, Ленин пишет письмо о том, что необходимо принудительно изымать ценности, и политбюро просто на это соглашается. Естественно, что значит принудительное изъятие? То есть это при помощи вооруженной силы. Естественно, ни священнослужителей, ни духовенства, ни верующее население не собиралось отдавать просто так. Естественно, опять начались конфликты, начались столкновения и прочее, прочее. Но опять же, среди этого было разделение, среди духовенства и верующих разделение. Одни, в принципе, были за то, чтобы отдать даже богослужебные ценности. Многие священники говорили, можно крест сделать из двух палок, можно везти, допустим, вино наливать не в золотую чашу, а в деревянную. Ничего от этого не изменится. Кто-то же выступал категорически против. И опять же, Тихон, когда вышло это постановление об изъятии церковных ценностей, он опять предал анафеме советская власть, он опять предал анафеме весь этот закон и призывал всех этот закон не слушать. То есть выступать против. То есть таким образом, Тихон опять наступает на те же грабли с декретом отделения церкви от государства о том, что он просто, он прекрасно понимает, что повторится все то же самое. Опять же, начнутся кровопролития, потому что советская власть, она не отступит от этого. Да, Сергий просил, делегацию отправляли и писал Ленину о том, чтобы этот декрет отменили об изъятии церковных ценностей. Ну, естественно, советская власть никогда шла, ни на какие соглашательства, и изъятие церковных ценностей продолжалось. Несмотря на то, что изъятие было именно с вооруженной, с конфликтами, изъятие церковных ценностей не было охвачено на больших территориях. То есть, из 81 административного округа было изъято только из 36, на других вообще изъятия не происходили. И оценка ценностей, которые якобы находились, была очень завышена. И Троцкий был немножко в таком замешательстве, потому что рассчитывали на одну сумму, а получилась сумма другая. Из-за чего это происходило? Очень много верующих, конечно, скрывали, закапывали, прятали. У нас до сих пор сейчас находятся какие-то в старых разрушенных зданиях какие-то сундуки с деньгами, с какими-то золотыми монетами драгоценными и прочее. И что скрывать? Наши белые эмигранты захватили с собой очень много всего. То есть, у нас считают, что советская власть только грабила храмы. Белые движения также себя ввело. Когда им нужны были деньги, они оттуда забирали. И очень много утварей у нас потом появились за границей в антиквариатных лавках вот эти все ценности. И опять же, тоже очень многие священники говорили, почему же белые эмигранты могут для своих нужд продавать это все, а мы не можем отдать на продажу для того, чтобы накормить свой народ. То есть, мнения были абсолютно разделены. Было сложности в реализации, конечно. Была тоже комиссия специально создана для этой реализации. Все деньги уходили в наркомфин потом. И когда комиссия закончила вот по драгоценностям и ЦК «Помгол», вот они закончили свою деятельность, то есть, все деньги, все финансовые расходы Троцкий передал в наркомфин и в наркомат внешней торговли. То есть, они уже этим занимались. Очень многие до сих пор, особенно церковнослужители, вот церковленные историки, жалуются на то, что вообще деньги не помощи голодающим шли, а непонятно, куда, на зарплату людям и так далее, и так далее. Да, конечно, для того, чтобы накормить людей, было три, в общем, направляющие, куда пошли эти деньги. Это, во-первых, о пополнении казны, а второе, это именно на помощь голодающим для ЗАКу продовольствия, а третье, это о поддержании обороноспособности страны, о возможности противостоять интервенции, которая просто хотела вот это все разрушить. Конечно, верующее население было в шоке от такой позиции. То есть, с одной стороны, да, советская власть давала свободу им, давала много возможностей, у нас главный пролетариат стал, и потом уже шли на союз с крестьянами, но, с другой стороны, это антирелигиозная политика, это закрытие храмов, то есть, все то, во что они верили и передавалось у них из поколения в поколение. Конечно, были конфликты на местах. Местная советская власть при закрытии храмов, при изъятии церковной ценности, при вскрытии мощей, конечно, были конфликты, большие конфликты, доходящие до кровопролития. Ну, вот, то же самое, в принципе, касалось, наверное, и коллективизации, и всего того нового, что в большевики и вводили. Да, это было очень сложно, но при этом стали появляться такие люди, которые стали понимать о том, что, допустим, председатель колхоза, вот ему негде хранить зерно, но есть церковь. Конечно, он эту церковь закрывает и использует для хранилища зерна. И таким образом можно эту позицию объяснить верующему тому же населению, но крестьянину, который там работал на этой земле и который добывал этот хлеб. То есть, были и такие ситуации. Но вот в основном, как это, конечно, верующее население, оно никуда не делось. И да, они, допустим, церковь закрыли, они молча это сносили. В 30-е годы писали различные письма, просьбы открыть, но при этом, когда церковь, если открывалась, конечно, это был грандиозный праздник. Ну, постепенно вот эти вот всякие локальные столкновения сошли на нет. На самом деле, очень был интересный человек Ярославский, Емельян Михайлович, да, на самом деле, это Губельман Миней Израевич. И да, вот он был, идеологом, который свято верил в то, что он делал. И интересно то, что они постоянно конфликтовали на этой почве со Смедовичем, потому что Смедович, он выступал за урегулирование густоцерковных отношений, Ярославский ничего не хотел об этом слушать. Он о том, что нужно пресечь обязательно, что нужно ликвидировать религиозное мировоззрение, да, не оскорбляя верующих, вроде как, но все равно активно антирелигиозную пропаганду. При этом, когда они были вместе на вдобе отдыха на каком-то, да, и вот есть записки с Смедовичем, они прекрасно вдвоем пили кофе, что ждали, красоте заката, там, и так далее, и так далее. То есть, вот это вот ярое сопротивление было только вот в политике, в работе. Ярославский был идейным атеистом, вот он стремился вот к этому, он свято верил, что это правильно. Вот это правильно, это марсистско-ленинская теория, вот которую надо и следить. При этом, он же не служил в органах АГПУ, НКВД, он не принимал участие в репрессиях, он не кричал о том, что всех надо арестовать, он занимался конкретно только антирелигиозной пропагандой. Сталин на самом деле всегда отрицательно относился к церкви. Несмотря на то, что он закончил духовный семинарий и закончил они неплохо, но это на то время, это единственное место, где можно было получить образование, поэтому Сталин закончил. Сталин знал о силе религии, как она влияет на людей, но он категорически был против церкви. И если в 20-е годы не так заметны его отношения, во-первых, он тогда еще не добился успеха, он не выделился на фоне остальных. Но есть очень интересная записка о том, что нужно развивать обновленчество, нужно искать, он призывал к тому, чтобы искали среди духовенства лояльных к советской власти, для того, чтобы потом с их помощью развалить церковь изнутри. То есть, вот это уже тогда, где-то в 27-м году вот это уже у него началось. Также в 20-х годах вот он выступал в беседе с американской делегацией, где он говорил свою позицию противника церкви о том, что да, мы ведем антирелигиозную пропаганду, но мы стремимся всеми силами ликвидировать это религиозное мировоззрение, ликвидировать все контрреволюционное духовенство и прочее-прочее. То есть, выступать против. В 30-е годы, в принципе, его позиция не изменилась, он продолжал на это напирать, о том, что мы все сделаем для того, что это ликвидировать. И в результате все это тоже касалось только на каком-то идеологическом уровне. Сам он не вмешивался в эти дела. То есть, нигде нету такой, допустим, документа или розчерка о том, что там тех расстрелять, этих расстрелять, каким-то образом вести агрессивную политику. Нет. Но он и не скрывал свою позицию церкви. То есть, это занимались конкретные органы. Когда нужно было изменить политику во время Великой Отечественной войны, только тогда, в принципе, он стал встречаться, встречался с митрополитом для того, чтобы обговорить изменения государоцерковной политики и положения в стране в связи с Великой Отечественной войной. Причины разные и много выделяют их. В первую очередь, именно то, что Сталин знал силу религии над людьми. И он прекрасно знал, что большое количество верующих населений у нас существует. Возможно, сыграла позиция церкви. Ведь Сергей, несмотря на то, что он все преодолел, он в первый день войны делает записи, делает обращение ко всем верующим населениям о том, что они брали оружие и выступали на защиту своей Родины. Кто может воевать, идите воюйте, кто не может, какими способами различными помогайте Красной Армии и бойцам. Это, конечно, сыграло свою роль. То же самое сделали мусульмане. В общем-то, все заняли патриотическую позицию. Все религиозные организации на территории Советского Союза заняли патриотическую позицию. Ну, кроме тех, которым по своим убеждениям не разрешено было брать оружие в руки. Но при этом они тоже не агитировали против Советского Союза никоим образом. Я думаю, это сыграло на себе роль. Также сыграл и внешнеполитический фактор. Союзники требовали послабления в религиозной политике государственной. И, конечно, нам было очень важен и поставки по Лонд-Лизу, и открытие Второго фронта. И мы не могли не считаться тогда с мнением наших союзников в пересмотре государства и церковных отношений. Ну и, конечно, я думаю, одна из главных причин это сплочение русского народа. Во-первых, у нас огромное количество мусульман было. Огромное количество. Для которых, конечно, обращение муфтия было очень важно. Огромное количество православных верующих к этому тоже важно вот это обращение было. И вот это понятие... У нас в 41-м году очень хаотично стали открываться храмы везде. Стали молиться и так же и за Красную армию, и за своих людей, и за бойцов. И это не пресекалось. И в 43-м году уже было просто это вот обозначено о том, что выбрали патриарха. Создались два государственных органа Совет по делам Русской православной церкви и Совет по делам религиозных культов, которые занимались этим... Во главе стали НКВДшники. Но это было, конечно, интересно. Но при этом были государственно-религиозные отношения именно для регулирования. И одним, наверное, тоже из таких немаловажных факторов являлось то, что на оккупированных территориях фашисты стали открывать храмы. И несмотря на то, что они потом и жгли эти храмы и губили людей, и они же ведь выступали против других религиозных культов, они поддерживали только православную церковь. То есть это вот такой агитационный ход было. И ведь до сих пор даже можно встретить какие-то воспоминания какие-то странные выводы людей о том, что действительно на оккупационных территориях возродилась религиозная жизнь. Но это неправда. Это все... Не хотели они ее возвращать, никакую-то религиозную жизнь людям устраивать. Это все было для того, чтобы переманить большее количество людей на свою сторону. Сталин это тоже прекрасно понимал. И понимал, что нужно против этого давать свое. И то есть таким образом восстановление патриаршества, конечно, это объединение верующих людей.